Репродуктивная, то есть предназначенная для рождения система человека, закладывается в период внутриутробного развития. Отношения к репродуктивному здоровью формируются в детстве и юношестве. Если говорить о подростковом периоде, то где-то в 12-13 лет у девочки приходит первая менструация или менархия. Начиная с этого возраста, мама должна ежегодно приводить ее на прием к детскому акушеру-гинекологу. После 15 лет девочка уже может приходить на прием самостоятельно, без мамы. Затем, чтобы менструальная функция у женщины была регулярной, все было нормально, чтобы не было кровотечений. Если у нее возникают какие-то жалобы по поводу менструальной функции, то она сразу должна обратиться. Это если началось кровотечение, если у нее задержка менструации, то есть нет очередной менструации в срок и так далее. Посещать врача следует раз в год, если нет жалоб. Беременные женщины должны сразу встать на учет и следовать всем рекомендациям специалиста, соблюдать график визитов к доктору, контролировать вес, вовремя сдавать анализы. Все это ради того, чтобы на свет появились здоровые малыши. Большая наша работа направлена на предотвращение абортов. Для этого мы проводим беседы с пациентками, обучаемых методом контрацепции. И, конечно, тут основа, чтобы не наступила нежеланная беременность. То есть каждая беременность у женщины должна быть желанной и закончится рождением ребенка. Чтобы избежать серьезных заболеваний, медики советуют соблюдать гигиенический режим и быть внимательным при выборе полового партнера. Большинство заболеваний гинекологических – это инфекции, которые передаются половым путем, даже раки. Потому что вирус папиллома человека – это онкогенный вирус, вызывающий, ну, во всяком случае, такая теория есть – рак шейки матки у женщин. Здесь лечатся фоновые и предраковые заболевания. Все, что мы выявляем более опасное, направляется в онкодиспансерную консультацию. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, с 1999 по 2020 год статистика раковых заболеваний сильно возрастет. Чтобы не попасть в число заболевших, нужно заботиться о своем здоровье. Сказать конкретно относительно профилактики онкологических заболеваний молочных желез – это, конечно, проведение маммографических исследований после 40 лет. И до 40 лет, когда женщина, она еще молодая и активна, ее молочная железа, здесь, конечно, ультразвуковые исследования. Почему-то молодежь наша забывает об этом. И вот мы стараемся каждой женщине об этом обязательно напоминать. И конкретно касательно гинекологических женщин – это, конечно, профилактика заболеваний онкологических молочных желез. Мы должны женщину обязательно настроить на внимательное отношение к собственному здоровью. О том, что профилактический прием должен проходить обязательно регулярно, не меньше раза в год. Всем своим пациенткам гинекологи рекомендуют проходить флюорографию. Причем делать это ежегодно. А беременным женщинам следует не игнорировать ультразвуковые исследования и в назначенный день прийти на УЗИ.